привет мои дорогие друзья вчера я узнал интересную новость премьер-министр украины заявил что пенсии уже не будет в украине через 15 лет я так понимаю это связано с тем что происходит сейчас и если также и останется на том же месте как все происходит то примерно так и будет значит в принципе я это уже предвидел на самом деле очень давно и на государство с нашими пенсиями рассчитывать особо нет смысла поэтому много-много-много лет назад я для себя уже принял определенное решение что просто-напросто вот смотрите вот допустим простой человек с маленькой зарплатой грубо говоря среднего уровня до то есть зарплата среднего среди средняя зарплата то есть как можно определить среднюю зарплату вот допустим хорошая зарплата в принципе при которой можно жить в украине вот возьмем это 1000 долларов это реально хорошая зарплата то есть при такой зарплате можно в принципе неплохо себя чувствовать в украине допустим в европе или там других странах это маленькая зарплата там свои есть грубо говоря некие показатели финансового дохода при которых человек может спокойно себе существовать в украине же 1000 долларов это вполне достойно может человек в принципе существовать у него даже появляется возможность собирать деньги на квартиру на машину покупать нормальные шмотки и путешествует по миру в принципе штуки баксов хватает то есть ты в течение там не какого-то времени собирают деньги откладывая не спокойно дальше делаешь все что ты можешь вот а средняя зарплата но относительно этой суммы это 500 долларов то есть если ты зарабатываешь 500 долларов в месяц то это уже тоже в принципе неплохо и неплохо можно существовать но если зарплата ниже средней то есть это где-то 300 долларов плюс-минус то за эти деньги уже конечно достаточно сложно существовать то есть именно начинаешь существовать или выживать как угодно можно к этому отнестись и вот при такой зарплате вот у меня зарплата была ниже среднего достаточно длительный промежуток времени я понимал что при такой зарплате отчисляя пенсию то есть пенсионный фонд до собирает бабки эти то все равно я вот у меня мама на пенсии я вот смотрю она там получает но сейчас уже там около 2000 гривен но это но это вообще ну просто тупо чтобы именно существовать знаете как вот выживать то есть государство получается не дает тебе столько денег чтобы у тебя была возможность и путешествовать и покупать шмотки и оплачивать те же все необходимые коммунальные услуги и тому подобное то есть денег этих не хватает на жизнь полноценную так вот я подумал для себя еще давно я хочу жить на пенсии полноценно и начал искать возможности то есть допустим ну начал смотреть как и вы сейчас смотрите мое видео на ю тубе то есть что сделать как себе там подготовить пенсию до при таких доходах особо не разгонишься то есть ты не можешь купить недвижимость получая зарплату 300 долларов в месяц ты не можешь взять кредит в банк потому что тебе придется всю жизнь платить этот кредит банке ты выйдешь на пенсию и там с этой квартирой своей только я уже не говорю о том чтобы еще одну купить чтобы ее сдавать но вот не получается при такой зарплате я начал смотреть по сторонам то есть в бизнес вложиться можно но ты в него не вложишься если ты самого только не создашь если ты тупой идиот ты бизнес не создашь с нуля если ты умный ты бизнес создашь это логично вот и только умный человек может к чему-то прийти что-то придумать что-то сделать чтобы начать на этом зарабатывать тупой человек сколько ты ему не рассказывай как это сделать Он никогда в жизни это не сделает, потому что он просто тупой. Ну вот это необъяснимо, но это факт. У меня много есть людей, которых я обучал, и там реально просто головой об стенку бьешься, а ноль, полный. Ну человек тупой, то есть нет пытливого ума. Когда нет пытливого ума, то ты уже ничего с этим человеком не сделаешь. Вот он такой, все. Это надо просто принять. То есть либо ты с ним дальше какие-то отношения ведешь и используешь его тупизну в своих целях. Это очень важно. Человек, который умеет манипулировать людьми, он может такими идиотами их использовать. То есть это логично. Поэтому есть те, которые моют полы в туалете, а есть те, которые платят за это. Понимаете, да? То есть есть люди, которые умеют управлять людьми другими, а есть люди, которые ведомые. То есть им, ну вот они вот не хотят ничего придумывать. Вот что ты не сделаешь, не хотят ничего придумать. Так вот, я просто поставил себя на место таких людей. Потому что, ну я всегда, я пытливый, у меня пытливый ум, я всегда пытаюсь что-то придумать, чего-то там, стремлюсь к чему-то. У меня какое-то движение, я не стою на месте. Я всегда выкручиваюсь, как говорится, из любой ситуации или придумываю еще больше, сложнее там для себя ситуацию, чтобы ее развернуть наилучшим образом для меня. Ну вот так, по сложным путям я хожу. То есть даже элементарно с монетами взять, да? Вот историю, я подумал, зачем мне покупать в идеальном состоянии монеты, когда я могу купить кладовую монету дешево, отмыть ее и продать ее дороже. То есть казалось бы, ну что за маразм, да? Можно же купить сразу идеальную монету. А я подумал, а нахрена, если я могу вдвойне на этом заработать? Ну вот насколько сложно я пошел. Вот. И я начал замечать такую ситуацию. Вот допустим, ну вот нет возможности у человека зарабатывать больше. Ну вот не получается. И нет стремления к этому и так далее. Так вот, почему бы просто-напросто, вот я на тот момент, у меня была зарплата около 300 долларов, там плюс-минус. Я начал покупать вот по своему достатку недорогие монеты, которые мне попадались. То есть я начал изучать этот рынок, это было, то есть как коллекционер я с 91-го, даже с 87-го года примерно так. То есть я именно собирал монетки маленьким ребенком, вот, потом в школу пошел, в школе собирал монетки и так далее. То есть именно как коллекционер я с детства. А вот как инвестор и человек, который пытается на этом зарабатывать деньги, на деньгах, я где-то в этом русле, ну, лет 7, наверное, так активно, скажем так. Значит, просто первое правило, самое простое. Если ты хочешь зарабатывать на монетах и деньгах, готовься к тому. То есть я все рассчитал. Я все сидел. Меня никто этому не учил, мне никто это не рассказывал, не показывал и тем более не объяснял. Я сам к этому пришел. И каждый, может быть, из вас, кто смотрит это видео со знанием этого дела, возможно, тоже пришел к этому сам. Просто я начал отслеживать ситуацию на каталогах. То есть я увидел закономерный рост на определенных предметах. Я подумал, а почему мне тогда не покупать монеты со старта, те, которые будут в будущем дорожать, и не покупать их в количестве. Зачем мне брать только одну в коллекцию, когда я могу взять такие же, штук 5-6, через пару лет продать их гораздо дороже. У меня та одна, которая мне нужна для коллекции, она остается у меня бесплатной. У меня появляются какие-то лишние деньги, за которые я могу купить другие монеты на тот промежуток времени, которые будут перефективны потом, в дальнейшем. И я начал вот этой темой заниматься, очень сильно внимательно изучать, записывать, переписывать, смотреть видео на ютубе разные, постоянно хаваю информацию. То есть для меня информация очень важна. Чем больше я знаю, тем больше я могу на этом заработать. Это логично. Так вот я к чему. Вот допустим, я просто представил картину. Я выйду на пенсию через 20-30 лет, условно, ну примерно. Да и вообще не важно. Я феноменально ленивый человек. Охрененный скупердяй. И мне не нравится, что когда я плачу налоги, а в ответ ноль. То есть, допустим, я приезжаю в Москву, там охеренные трамваи, там охеренное метро, там красивые поезда и так далее. Но я приезжаю в Одессу, у меня трамваи так себе. В Киеве трамваи так себе, дороги так себе и так далее. Но в других городах России такая же херня. С чем это связано? Это связано с тем, что там людей больше, там людей меньше, там налогов больше, там налогов меньше. Соответственно, чем меньше налогов, плюс добавляем к этому еще 60% разворовывается и 40% дается на город. Ну я так, условно, это лично мое мнение, то есть абсолютно непредвзято. Ну мне так почему-то кажется, потому что когда я считаю налог 2 гривны с литра бензина умножил нахрен на количество машин в Украине, я посчитал такую астрономическую сумму, которую эти сволочи собирают на нашей же дороге в Украине, где нахрен эти дороги? Почему они трындят, что нет денег? И почему они из бюджета, выделенный на вирус, тратят на дороги сейчас? Вот у меня простой вопрос к властям. Вы что, охерели? А куда вы деваете эти 2 гривны с литра? Где эти 2 гривны с литра? Короче, ладно, это все херня. То есть, есть такая пословица, да, на Деда Мороза надейся, а сам не плашай. То есть, поэтому логично, что в Украине о себе можно позаботиться только самому, и о своем будущем тоже ты можешь позаботиться сам. Что же тогда делать? Ну, допустим, маленькая зарплата, 300 долларов у меня была. Сейчас она ненамного отличается, тут не переживайте, не нервничайте, я не очень богатый человек. Да, у меня есть миллионы, но только на банкнотах старых, которые были с гиперинфляцией. Очень много монет, которые я показываю на видео, не факт, что это мои, так что тоже сильно там не нервничайте, не переживайте. Вот, иногда беру что-то для обзора, потому что, ну, во-первых, и вам показать, самому порадоваться, что я подержал тот или иной предмет в руках. Если я захожу в музей и снимаю вам монеты, это же не значит, что это мои монеты. Ну, логично, да, то же самое и здесь. Это ютуб-канал, вы со мной лично не все знакомы, я просто пытаюсь вам объяснить то, как это вижу я, а вы сами вправе выбрать. Подходит вам такой вариант, не подходит. Это же деньги, сколько денег, столько и людей, и мнений, и так далее. У каждого своя башка на плечах, и каждый вправе принимать решение сам. Но я просто делаю некий анализ предварительно, чем что-то ляпнуть. Хотя иногда могу ляпнуть такое, что аж сам офигеваю. Ну, в общем, суть не в этом. Смотрите. У вас, допустим, маленькая зарплата. Как же сделать для себя пенсию, если у вас нет бизнеса своего, нету недвиги своей, которую вы можете там в будущем сдать в аренду и так далее. Все зависит от, в принципе, вашего возраста. Если вам сейчас 60 лет, и вы начали смотреть это видео, вам, конечно, не особо повезло. Хотя все зависит от ваших возможностей мыслительных. Может, вы еще и все успеете сделать, если правильно распределитесь своим временем и деньгами. Значит, вот смотрите. Есть монеты, которые стоят очень дешево, а есть монеты вообще в обращении в кармане, вы можете их найти. У вас есть еще одна замечательная возможность. Я в предыдущем видео, в предыдущем даже, ну, в предыдущих двух видео я даже это вам показал. Короче, вы можете взять металлоискатель в аренду. Он стоит там где-то 200-250 гривен в сутки обычно стоит аренда. И залог. Залог там, ну, хороший металлоискатель, вот он стоит там 600 долларов. Вот 600 долларов надо оставить залог. И не переживайте, что вы даете 600 долларов в залог. Просто вы зато эти бабки оставляете у себя. А за 200 гривен вы попробовали. Нужен вам такой металлоискатель, не нужен вам такой металлоискатель. В этом и прикол аренды. Что ты экономишь бабки, ты их сохраняешь. Ты их не купил, и у тебя лежит этот металлоискатель в гараже, где-то на даче, на балконе. И ты не знаешь, что с ним делать. И ты выкинул 600 долларов из семьи. Нет, ты просто покатался на металлоискателе 2-3 дня за 200 гривен. А вдруг ты найдешь золотой крестик, который стоит 150 долларов. Вот и все. Нахер тебе этот металлоискатель покупать, если ты уже заработал, не вложив ни копейки. Фактически. Вот. С помощью металлоискателя вы можете ходить по пляжам. Вы можете ходить по полям. Вы можете где-то... Короче, неважно. Это способ. Это возможности. Вы можете ее использовать. Вот первый вариант возможности. Вы находите определенные монеты. Консервируете их. Моете, чистите. Откладываете только те, которые реально представляют какой-то нумизматический интерес. И со временем вы проанализировали, просчитали момент. Они будут дорожать. Он, конечно, сложный. Это тяжелый. Это физический труд. У меня жопа и ноги до сих пор болит. Потому что возле каждой монеты я присел, грубо говоря, вчера, наверное, ну раз 10. Потому что не всегда металлоискатель показывает сигнал. Ты как бы нацелился, поставил металлоискатель рядом. Присел, покопал, покопал. Нихера не нашел. Рядом опять встал металлоискателем, поводил. Присел, покопал, не нашел. Встал, поводил. И вот так можно вокруг монеты, я же говорю, только одной. Раз 10 присесть. А я набрал вчера, ну где-то монет 16 только за вчера. И позавчера еще, ну там сколько, не знаю, монет 10, наверное. То есть представьте, сколько раз я присел. Это офигеть можно. Так что это реально мега физкультура. То есть это спорт. Это полезно. Это удобно, это прикольно. Это развлечение к тому же. Еще один более простой вариант. Вы можете подружиться с кассиром. Вот я вам прям советы даю. Подружиться с кассиром в трамвае, в троллейбусе. Вы можете подружиться на почте с почтальонами. Вы можете подружиться с банкирами. Вы можете подружиться со своими друзьями, которые работают в каких-то магазинах. Чтобы они для вас собирали мелочь. Вы приходите, меняете ее на бумажные деньги. И дома сидите, перебираете эти мешочки. Лишнее избавляетесь в банк. Или им же обратно на сдачу меняете. Как угодно. Вы находите для себя монеты. В банке вы можете договариваться менять прямо мешки уже с монетами. И перебирать их. Заниматься дома. То есть у вас есть 1000 гривен. Все. Вам этого хватит. Вы 1000 запустили, вытащили. Запустили, вытащили. Запустили, вытащили. Что-то откладывается, откладывается, откладывается. Пенсия пришла. Доложили 200 гривен, которые вы отложили в монетах. И продолжайте, продолжайте, продолжайте. И так каждый день. Представьте, сколько вы переберете монет за это время. И успеете отложить монет. Крутых, которые потом со временем будут непрерывно дорожать. Вы своего рода фиксируете. Как бы замораживаете там условно 200 гривен. Да, это куча монет. Но при всем этом они начинают работать. Потому что коллекционеры появляются. Их все больше. Людям становится интереснее. Очень много монет отсеивается. Тем больше людей хочет сохранить эти монеты. Им интересно, какая это была у нас история. И так далее. Это же прикольно. Сохранить старые деньги. Это классно для себя. Одна память. Дети, чтобы знали, какие были деньги у нас. У наших родителей. И так далее. Но это все тянет за собой историю. Как это было. Что это было. И тому подобное. Поэтому вы можете таким образом для себя откладывать. Еще один вариант. Это если у вас есть уже какие-то деньги. Вы можете делать какие-то покупки. Начните с хороших монет. Проанализировав. Определив порог входа. И допустим стабильно. Вот мне понравился полтинник. Все классная монета. Я буду покупать каждый год. Каждый год. Или каждый месяц. Или каждый день. Не знаю. Как у вас там доход происходит. Вы официантом работаете. Вам каждый день дают чаевые. Допустим. Вам дали 250 гривен чаевых. Вы взяли. 40 гривен отложили. 30 гривен отложили. Каждый день. Вы курите. Вот я курю. Я пытаюсь все бросить. Сволочи. Уже пачка 60 гривен стоит. Я в шоке. Но вот по 60 гривен. Я каждый день пачку курю. 60 гривен в день. Это фантастическая сумма в год. Вот представьте. Мне люди говорят. О, я бросила курить. И ни хера я богаче не стал. Потому что ты дура. Потому что надо было откладывать каждый день. Представляешь. Ты куришь эти деньги в коробку. А в конце года на эту коробку. Покупать доллары, евро, фунты. Или еще что-нибудь. И ехать валить нахер за границу на отдых. На недели две. Вот. Вот это называется стал богаче. А если ты просто бросил курить. И эти деньги запускаешь. Просто покупая картошку на базаре. То конечно ты ни хера не сохранил. То есть у тебя собирательного эффекта нет. Тебе неоткуда собрать. Ты просто все бабки запускаешь. На свои семейные нужды. И поэтому. Ну ты баран. Вот. Все что я могу сказать. Вот таким людям. Которые бросили курить. Чтобы зарабатывать больше. А ни хера при этом не заработали. Потому что они не откладывали эти деньги курящие. То есть вот. Есть курящие деньги. Вот если у меня разный бюджет. Вот туда добавить еще курящие деньги. Нифига себе. Какой приход пойдет. Бешеный. В общем. Вы можете покупать монеты. Уже. То есть у вас есть какой-то доход. Вы можете уже делать какие-то покупки. Определитесь с определенными монетами. И стабильно их покупайте. Периодически. Рассматривая другие ситуации. Вот допустим. Я провел опрос. Какие монеты. 14 часов назад. В какие монеты вы инвестируете. Или хотели бы. Или начнете. Ведь пенсии не будет через 15 лет. Очень весомый вопрос. Реально. Вот варианты. Ходячка. Обиходные. Современные. Разных стран. То есть. В чем значит. Почему разных стран. Ну. Я же не знаю болгарских монет. Всех. Сейчас. Особенно. Какие там редкие. Какие нередкие. И так далее. Не обязательно монеты Украины. Там юбилейные из драгметаллов. И не драгметаллов. То есть. Это могут быть там 2 гривны. 5 гривен. Которые выходят у нас. Да. В Украине. Ну. Юбилейные монеты. Обычные. Скажем так. Ну. Мне. Все равно. То есть. Суть вам. В принципе. Ясна. Это могут быть там. Орлан. Белохвост. Какие-то. Еще другие. Серебряные монеты. Или обычные. Вот. Только инвестиционные. То есть. Это вот такого плана монеты. Ну. Вот. Они инвестиционные. Там разных стран мира. Вот. Они. Стоят определенных денег. На старте. Потом. Они стоят определенных денег. В связи с коллекционной. Заинтересованностью. Или же. Просто. Нереально. По Роскурс. Ну. Подрос курс серебра. А также. Все позиции. По чуть-чуть. И просто. Там не хватает. Мне. Вставить. Больше текста. Я бы еще. Написал. Банкноты. Потому что. Банкноты. Это тоже. Классная тема. Для инвестиций. И вот. Что происходит. Как лучше. Это делать. Я считаю. Вот. Последний пункт. Это. Лично. Мой. Я никогда. Не. Не сужаюсь. То есть. Я как инвестор. Да. То есть. Я понимаю. Что. Мне нужно. Через много лет. Это все продавать. Вот. Допустим. Бывают. Такие моменты. Как тренды. Да. Вот. Сейчас. В тренде серебро. Все. Что из серебра. Сейчас. Всем интересно. Потому что. Курс серебра. Подрос. Потом. Он чуть упал. Но. У него. Перспектива роста. Все равно. Есть. И все. Сейчас. Активно. Смотрят на серебро. Ходячка. Ходячка. Отходит. На второй план. О банкнотах. Вообще. Мало. Кто говорит. С точки зрения. Заработка. А я вам. Сейчас. Расскажу. Прикол. Про банкноты. Это очень уникальная история. А. Почему я открыл этот набор. Вот смотрите. Сейчас он херню стоит. Тираж 20 тысяч штук. Но. Здесь ценное. 50 копеек. Логично. Да. Ценное. Реально. 50 копеек. Что можно сделать. Если у вас. Есть возможность. А в банках. Я думаю. До сих пор. Лежат эти наборы. Я бы рекомендовал. Вам их. Какую-то часть. Прикупить. Потому что. Ценные. 50 копеек. Но. С учетом. Что вы. Замораживаете бабки. На 10 лет. Вот. Рассчитайте. Что вы можете. Заморозить деньги. На 10 лет. Через 10 лет. Эти 50 копеек. Одна. Вот эта монета. Будет стоить дороже. Чем весь этот набор. Вот. Такая история. Вот. Но. Это мое мнение. Я так думаю. Не знаю. Почему я так думаю. Но. Мне почему-то кажется. Вот. Банкноты. Возьмем. Банкноты. Смотрите. Вот. 50 гривен. Серия. А. Первая серия. Первые банкноты. Первый выпуск. Такие банкноты. Обязательно. Надо откладывать. Вот. Для прикола. Сейчас. Возьмите. Откройте интернет. И посмотрите. 50 гривен. 2004 года. Серия. А. А. Сколько такая банкнота. Может стоить. Как вы думаете. Если бы у меня. Такая банкнота была. Я бы дешевле. Чем 250-300 гривен. Даже не думал. Ее отдавать. А если она еще и в прессе. То есть. Не просто в хорошем состоянии. А в прессе. Вот таком. Вот состоянии. То такая банкнота. Стоит нормально денег. Но тут надо учитывать. Момент курса. И инфляции. Допустим. Если мы возьмем. 2004 год. Тогда курс был 5. 450 даже. Вот. Мы берем 50. Разделить на 4 и 5. Это получается 11 долларов. Да. Умножаем на 28 и 5. Сейчас. Примерно. Это 316 гривен. То есть. Вот вам инфляция. То есть. Сейчас. Тот полтинник. Должен стоить. Минимум. 316 гривен. Ну. Или вы отложили доллары. На тот момент. Значит. Это банкнота. Сейчас. Будет стоить в прессе. Ну. Гривен 500. Минимум. Небольшие деньги. Не спорю. Очень небольшие деньги. Я не спорю. Может выгоднее. Все-таки. Доллары откладывать. Но для этого. Вам надо тогда. Все откладывать. Вот это мой совет. И я сто раз говорил. Отложите доллары. И гривны. Но если вы откладываете. Гривны. То только такие. Которые принесут вам успех. В плане коллекционеров. И вы продадите дороже курса. То есть. Я показывал пример. У меня есть. Примеры ошибок. Коллекционеров. Я показал. Вот такую целую пачку. Двухсотых. 200 гривен. Банкнот. Там просто. Нереальный попадос. Вообще у людей был. То есть. Надо с умом откладывать. Надо рассчитывать. Это отдельная тема для видео. Но в банкнот их стоит откладывать. Вот сотки. Допустим. Полтинники. Это Россия. Прессовые банкноты. Здесь. Свои приколы есть. Во-первых. Буквы. Серия букв. Вот. Мне здесь понравилось. О-о. Маленькая. Большая. Ничего особенного вроде бы. Вот. Здесь. Так. Где-то у меня. Нет. Это обычные. Где-то у меня были. Я нашел. Тупо в обращении. Редкий. Редкую серию букв. Экспериментальную. Так называемую. Тоже отложил. Они уже стоят дороже номинала. Тоже классная тема. Покупать можно банкноты. Например. Банкноты Китая. Они. Если бы вы там. Пару лет назад. На них спохватились. То вы бы неплохо на них заработали. Блин. Какая красивая банкнота. Вот. Они тоже постоянно дорожают. Это очень красивая тема. Реально классные банкноты. И они дорожают. С каждым днем. И так далее. То есть. Вот. Тоже. Еще один способ инвестирования. Находить старые. Какие-то редкие банкноты. В них вкладываться. Главное. В состоянии офигенном. Также. Вот смотрите. Сейчас выходит. Тоже вот это вот по Европе. Ноль евро. Хрен его знает. Пойдет тема. Не пойдет. Но если недорого вам попадаются на глаза такие банкноты. Я бы рекомендовал не проходить мимо. Вот еще разных стран мира банкноты. Вот. Тоже я постоянно не прихожу мимо. Если что-то красивое. Я стараюсь прикупить эти банкноты. Потому что. Ну. Они могут дорожать. Вот. Прикольная банкнота. 50 тысяч. Ну. Короче. Банкноты. Это тоже тема. Которая. Приносит прибыль. И нельзя проходить мимо. Я вам сейчас расскажу интересную историю. Вот. Пачка банкнот лежит там. Вот. В Приднестровье. Смотрите. Огромная пачка банкнот. Я на такой пачке заработал просто дофига бабла. Я нашел человека. У которого я купил их за копейки. Вообще за копейки я купил их. Вот. Просто. Реально за копейки. Я приехал за границу. Эти банкноты оригинальные. Приднестровские. Вот. Водяные знаки. Все четко. Я приехал за границу. Я продал их там за копейки. Ну. Знаете. В чем прикол. Ихние копейки оказались. В 20 раз дороже. Чем мои копейки. Которые я потратил на эти банкноты. И я на вот таких банкнотах срубил просто немерено денег. Вот я взял вот таких несколько пачек. Я приехал пачку отдал там за копейки. Для них. А для меня это получилось в 20 раз дороже, чем я вложил. Вот вам простой способ, как можно промутиться. То есть, для этого надо искать, ходить, смотреть, думать. Постоянно обращать внимание на разные предметы. Дальше. Монеты. Вот. Монеты Российской империи. Старые. Нашел кладовую монету. Вот приобрел. Посмотрите на это состояние. И знаете, в чем прикол? Эта монета будет всегда дорожать. Она не будет дешеветь. Она будет дорожать. Знаете, почему? Потому что это не редкий год. Это обычная монета. Ну, в плане редкости. Она не является редкой. Допустим, если бы у меня был там 914 год или 906 год. То, да, это редкие монеты. Но знаете, в чем прикол редких монет? Они дешевеют. Чем дороже монета, тем быстрее она дешевеет. Пока кризис. Потом она будет заново дорожать. А дешевые монеты, они всегда дорожают. Вот в этом идея инвестирования. Нужно просто рассчитать. Продумать. Просмотреть. Также, вот десятки. Казалось бы, ничего особенного. Но я вам показал из роллов. Вы видели эту разницу. Я вскрыл 4 ролла. Я таких монет нашел всего лишь несколько штук. Почему не отложить? Я отложил такие монеты. А потом, со временем, я буду наблюдать дальше за ситуацией. Плюс, насколько я так понимаю, что 19-го года, 20-го года, этих десяток не так уж и много выпустили. И вот через 10 лет у меня эти монетки будут стоить дохера денег. Потому что из ролла ты достаешь. Но в ролле у тебя не все идеальные монеты. Понимаете? В ролле у тебя не все идеальные монеты. Поэтому я подумал, нахера мне держать этот ролл, когда я могу вытащить оттуда уже идеально отборные классные монеты. И эти отборные классные монеты, они будут дорогими со временем. Потому что она будет отборная. Человек захочет купить 20-й год. Он посмотрит мое видео. Он увидит эту монету. И ему там где-то кто-то будет предлагать другую монету. Он увидит разницу. Ему даже из ролла ее достанут. И он увидит разницу. Вот вам еще один способ. Чем проще, тем сложнее. Но чем дешевле у вас вход в инвестиции, тем круче. Вот. Я научился делать такие приколы. Как радужную патину на монете. Скоро будет эксперимент. Выставлю на аукцион и посмотрим, стоил ли мой эксперимент чего-то или нет. Эта патина заходила на эту монету больше года. Больше года у меня ушло, чтобы появилась эта патина. То есть, никакой химии, ничего. Она просто лежала в специальных условиях. Больше года эта монета патинировалась. И вот это натуральная, реально ее родная патина. Соответственно, это время, которое было мной затрачено. Вот. Видите? Это все больше года. Это не за 5 минут, за 20 минут, за 2 дня, за неделю. Нет. Это больше года эта патина туда налазила. Также инвестиционные монеты. Это тоже крутая тема. Малотиражные, красивые, тематические. Также и не тематические, обычные. Но внутренние, государственные, которые выпускают. Вот в Украине мы ждем Орхистротик. Будут выходить стабильно, раз в месяц надо покупать. Сейчас банк не продает, что-то мутят. Мне это не нравится. Но раз не продают, что-то они там мутят, что-то знают. Хотят продать нам, сволочи, их дороже. В общем, я думаю, я какой-то посыл для вас дал. У вас есть много шансов и возможностей. Мыть не надо. Закатали рукава. И вперед, как говорится, пытаться сделать себе пенсию уже сейчас. У вас есть такая возможность. И вы сможете потом, просто выходя на пенсию, потихонечку продавать ваши предметы. И поверьте мне, они вернутся с хорошим плюсом. Если вы правильно спрогнозируете, оцените свои риски, оцените свои возможности. Выберите те или иные предметы. И все у вас будет хорошо. Подписывайтесь на мой канал, чтобы ничего не пропускать. Всем удачи. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok